Добро пожаловать в итоге недели Коинбюро. Меня зовут Джессика. А меня зовут Гай. Мы приготовили для вас лучшие истории за эту неделю. Лучше поверить, биткоин почти достиг 38 тысяч из-за спекуляции о том, что SEC возможно одобрит спот биткоин ETF между сегодняшним днём и пятницей. Тфома, часть 2. Сообщается, что BlackRock подал заявку на спот эфир ETF, что вызвало памп эфира более чем на 10% за один день. Почему BlackRock отказывается давать комментарии? Хейтеры в сомнении. Салам взлетела за неделю почти на 50%, а окончание слушания SBF о Гарри Кэслер одобрил перезагрузку FTX. Как далеко может зайти Солана? Неделя черных лебедей. Ждём публикации индекса потребительских цен за октябрь. Над правительством США повис риск шатдауна, а президент Китая Си Цзэпин прибывает с визитом в США. Всё, что вам необходимо знать. А также более детальный взгляд на крипто с лучшим результатом за прошлую неделю и куда они пойдут дальше. Всё это и больше прямо сейчас. На прошлой неделе Биткоин показал взрывоподобное ралли, отправив его с 35К почти до 38К. Памп почти что в 10%. Как мы отметили только что, скорее всего, это было из-за появления первого окна для того, чтобы Сек одобрил все имеющиеся заявки на спот Биткоин ETF, которые он получил. И это окно начинается с четверга, 9 ноября, до пятницы, 17 ноября. Эту информацию предоставили ETF-аналитики Bloomberg, Джеймс Сейфорд и Эрик Балкунос, последний из которых был основным источником мартовских спекуляций о спот Биткоин ETF. Оба аналитика считают, что имеется вероятность в 90%, что все заявки спот Биткоин ETF будут одобрены к 10 января. Но есть несколько моментов. Первый заключается в том, что могут пройти недели и даже месяцы перед тем, как начнется торговля по спот Биткоин ETF после их одобрения. Как объяснил Джеймс, это из-за процесса, состоящего из двух стадий, когда делается заявка на спот Биткоин ETF. Если кратко, то СЕК может этому процессу последовать, в результате чего может образоваться задержка в один месяц. Второй момент заключается в том, что далее на этой неделе шатдаун правительства потенциально может задержать решение по всем 12 заявкам. Со слов председателя СЕК Гэри Гэнслера, причина в том, что в данный период СЕК будет работать с минимальным набором сотрудников в штате. Более подробно позднее. Третьим моментом заключается то, что одобрение спот Биткоин ETF может стать новостным триггером с учетом текущего состояния рынка. Другими словами, само по себе одобрение может стать катализатором ралли, в то время как реальный запуск ETF может столкнуться с вялым интересом, аналогично фьючерс ETF эфира. Здесь я хочу заметить, что некоторые полагают, что одобрение спот Биткоин ETF уже отразилось в рынке в большей степени. И это возможно, так как консенсус заключается в том, что одобрение будет неизбежным. Конечно же, хвостовым риском будет ситуация, когда СЕК не одобрит эти заявки. Но в настоящий момент такое развитие сценариев выглядит очень маловероятным. В любом случае, несмотря на хвостовой риск, недавнее ралли Биткоина продолжает бросать вызов гравитации. Под этим я имею в виду то, что оно нарушило буквально каждый традиционный индикатор технического анализа. Единственный, похоже, надежный индикатор, который остался, — это сопротивление. Предыдущее ценовое движение говорит, что Биткоин столкнулся с огромным давлением продавца между 38 и 40К. Для прорыва выше, скорее всего, потребуется гораздо более материальный криптокатализатор. Предполагаю, что недавнее ралли почти что полностью было вызвано спекуляциями о том, что будут одобрены заявки спот Биткоин ETF. Как я говорил ранее, действительное одобрение заявок может стать катализатором гораздо более слабым. Преодоление 40 тысяч, скорее всего, отправит Биткоин на отметку в 45 тысяч, что, скорее всего, отправит Биткоин в зону перекупленности на каждом таймфрейме. И будет косвенным доказательством идеи о том, что одобрение станет катализатором для взрывного роста. Опять Биткоин продолжает бросать вызов гравитации в этом отношении. К концу этой недели у нас будет лучшее понимание того, куда направляется Биткоин. И если к пятнице одобрения спот Биткоин ETF не будет, то Биткоин может встретиться с затянувшейся долгой коррекцией. Это все потому, что следующее окно для одобрения заявок спот Биткоин ETF SEC не появится раньше, чем январь следующего года. Теперь, если вы хотите попробовать и поторговать эти движения, то обратите внимание на наши партнерские ссылки в описании под видео. Это не просто ссылки, это реальная возможность получить серьезные входящие бонусы. Но самый главный фактор успешного трейдинга заключается в том, чтобы подходить к нему с холодной головой. Ведь эмоции — это враг трейдера. Мы отвлеклись, так что возвращаемся к теме. В любом случае, сейчас всех интересует временной диапазон, когда будет одобрен спот Эфир ETF. Если вы вдруг не слышали, недавно BlackRock учредила юридическое лицо для спот Эфира ETF. И, как всегда, эта новость завирусилась из-за аналитика Bloomberg Эрика Балконеса. Нюанс заключается в том, что создание юридического листа стало лишь первой частью для заявки BlackRock по спот Эфир ETF. Следующим шагом, вероятно, станет заявка на биржу Nasdaq, то впоследствии и сделала BlackRock. И, в конце концов, заявка была подана и в SEC. После того, как сообщество крипто получило возможность прочитать заявку, многие аналитики заметили важный аргумент от менеджера активов. У SEC нет права отказать в одобрении заявки на спот Эфир ETF, так как SEC много раз одобрял заявки на фьючерс Эфир ETF. Для контекста, SEC много раз отказывала заявки на создание спот Эфир, объясняя это тем, что рынок спот может быть манипулятивным. Но дело в том, что фьючерс Эфир основаны на фьючерсах биткоина и эфира Чикагской товарной бирже, которые, в свою очередь, основаны на ценах спот биткоина и эфира. Этот аргумент, который применялся и ранее, может быть частью того, почему Арк Инвест и 21Shares оба подали заявки на спот Эфир ETF в этом сентябре. На основании этого Эрик Балконос предсказывает и больше заявок, последующих за этими. И он прав. Вероятно, мы видим еще больше менеджеров по управлению активами, выстроившихся за BlackRock. И неудивительно, что в конечном итоге цена эфира взорвалась на новостях заявки от BlackRock. Но удивительно то, что эфир начал сдаваться, откатываясь буквально на следующий день. И, как вы видите, у эфира образовалась свеча бога, очень похожая на то, что было у биткоина пару недель назад. Разница лишь в том, что эта свеча потихоньку начала сползать. Кстати, это может быть объяснено тем, что BlackRock не была первой компанией, подавшей заявку на спот Эфир ETF. Как я и говорил ранее, первым были Арк Инвест и 21Shares, подав ее в сентябре. И, как подметил Эрик, это лишь был вопрос времени, когда другие менеджеры активов за этим последуют. И, как таковые, они уже могли быть учтены в цене. В ближайшие дни мы это узнаем по мере большего количества новостей об имеющихся и новых заявках на спот Эфир ETF. Если судить по тому, какой был ажиотаж вокруг спот Биткоин ETF, то для эфира должна быть большой выгода от спекуляций по ETF в социальных медиа, от аналитиков и других. И вы, наверняка уже будучи знакомы с торговлей крипто, должны знать, что это является неотъемлемой частью циклов крипторынка. Сначала происходит памп у Биткоина, а затем, по его примеру, следует Эфир. И пока приток средств в Эфир оставляет желать лучшего. Но возможно, что заявка на спот Эфир ETF все-таки приведет к ротации в рынке. Для справки, если Эфир начнет догонять недавнее ралли Биткоина, то это может привести к пампу от 20 до 40%. График Эфира к Биткоину подсказывает, что ралли у Эфира к Биткоину может произойти на следующей неделе. Так что есть возможность, что мы с вами увидим этот взрывной рост в будущие 7 дней. И нужный катализатор определенно уже на месте. Если вы смотрите и вам нравится, обязательно жмакните лайк, чтобы помочь остальным найти это видео. Теперь, в данном случае, все дело в том, что все внимание за последние несколько недель было сосредоточено на Солана. Вероятно, из-за того, что это был крупнейший рост среди крупнейших альткоинов за этот период. Проясню ситуацию. Солана в сентябре стоила меньше, чем 20 долларов. А на момент этого выпуска ее цена выше 50. Это значит, рост более чем в три раза. Так что с учетом текущей ситуации, все понятно. Возможно, вы читали и знаете, что Солана была очень тесно связана с FTX и Alameda Research. Под тесной связью я понимаю то, что Alameda и FTX обладали около 15% от общего объема Солана. Но это не все. Де-факто Солана являлась сетью обмена для FTX, как, например, BNB для Binance. Кроме того, FTX и Alameda выливали в экосистему Солана самое большое количество денег. И когда в ноябре прошлого года FTX рухнула, сильнее всех пострадала и Солана. Да так, что даже показалось, что вся ее экосистема также погибла. Еще одним гвоздем стало заявление всех, что Солана является незарегистрированной ценной бумагой в летней судебной тяжбе против Binance и Coinbase. На практике это означало огромный риск того, что Солана будет делистована с американских бирж. Большая проблема с учетом того, что Солана расположена в Соединенных Штатах. Когда в октябре прошлого года началось судебное дело против основателя Alameda и FTX Сэма Бэнкмана Фрида, пошел слух, что для Солана это плохие новости с учетом ее приближенности к этим двум организациям. Возможно, некоторые помнят, что несколько раз Солана упоминалась, что привело к краху Сол. Но спустя некоторое время стало понятно, что Солана не являлась существенной частью правонарушений FTX или Alameda Research. И такое понимание стало самой большой частью, вероятно, того, что Сол быстро восстановился. И определенно сыграло хорошую роль то, что переломная конференция Соланы случилась в самом конце слушаний. Но похоже, что реальным катализатором стал Гэри Гэнслер, подтвердивший свою открытость к перезапуску FTX. После завершения процесса банкротства ключевое, эти новости, похоже, вызвали памп Соланы на 30% за один день. И это поднимает вопрос, почему перспектива перезапуска FTX стала такой бычей новостью для Соланы. Что ж, наиболее вероятная причина в том, что это смесь фактов. Перезапуск биржи может означать меньший объем проданной Соланы для выплаты кредиторам FTX. А также вероятность того, что новая биржа сможет каким-то образом использовать Солану. И это может иметь смысл, учитывая то, что инфраструктура ведь уже есть. Кстати о ней. Многие наблюдатели за крупными перемещениями заметили, что сотни миллионов долларов в Солане были отправлены на бирже во время последнего пампа, включая кошелек, связанный с FTX и Alameda. И такое очевидное давление продавца делает движение цены Солана еще более парадоксальным и впечатлительным. И что самое главное, оно говорит о том, что цена Солана может уйти даже больше, как только это давление продавца закончится. К сожалению, это лишь предположение о том, когда это все закончится. Но, к счастью, графики подсказывают, что следующая зона сопротивления для Солана находится на отметке в 80 долларов. А это значит, что для следующего ралли есть место. Так или иначе, достигнет ли Солана этой отметки, в конечном итоге зависит от того, что будет делать остальная часть рынка, а конкретно BTC. Любые негативные новости о Spot, Bitcoin или Ethereum, ETF, может утащить вниз Солана за биткоином и эфиром. И впервые за последнее время на цену Солана может также повлиять и макрокатализатор. Далее, среди всего ажиотажа вокруг повышения цен на криптовалюту, вы можете быть прощены, если упустили факт того, что индекс потребительских цен США за октябрь будет опубликован в понедельник в 8.30 Центральноевропейского времени. И, скорее всего, когда вы смотрите это видео, данные уже доступны. При этом, последняя публикация индекса потребительских цен на крипто особо не повлияла. Но в этот раз ситуация может измениться, если цифры окажутся выше ожидаемых. А все потому, что в прошлом месяце цифры оказались также выше ожидаемых. И два подряд идущих месяца с индексом выше ожидаемого инвесторами может быть интерпретирован как формирование второй волны инфляции. А вслед за этим это может увеличить шансы того, что ФРС перестанет стоять на месте и продолжит поднимать ставки. И пока сейчас инвесторы не включают в цену возможное повышение ставки, истребиные комментарии Джерома Паула на прошлой неделе, похоже, немного увеличили эти общепризнанные более низкие ожидания. Очередной отчет с высоким ИПЦ и больше истребиных комментариев могут этот консенсус изменить и расстроить рынки. Тем временем в этой ситуации еще одной переменной стал надвигающийся шатдаун правительства. Если эта история кажется знакомой, то все потому, что правительство США почти остановило работу в сентябре из-за невозможности договориться о финансировании правительства. Напомню, что временное решение о финансировании было утверждено в последнюю минуту. И этот временный законопроект запулил консервную банку по дороге к 17 ноября, что, как вы помните, является этой пятницей. И с того момента, как банку запулили, спикер палаты Кевин Маккарти улетел вместе с ней, а новый спикер по имени Майк Джонсон был назначен, должен сказать, сравнительно недавно. И аналогично предшественнику Майк, Майк предложил пнуть довольно помятую банку «Снова вниз по дороге» со временным законопроектом о финансировании. С той лишь разницей, что Майк, республиканец, по заявлениям, не собирается идти на компромиссы с демократами для того, чтобы законопроект одобрили. Белый дом описывает все это словом, цитата, «экстрим». Говоря простым языком, «Новоназначенный спикер представителей — еще больший партизан, чем его предшественник». Это значит, что временное законопроект о финансировании навряд ли проскочит республиканскую палату представителей. И даже если да, то, вероятно, он застрянет в Сенате, контролируемом демократами. Так что результатом может быть самый настоящий шатдаун. Но пока до конца не ясно, какой реальный эффект это произведет на рынке. С учетом происходящей войны в Европе и Ближнем Востоке, в которой США вовлечены не напрямую, шатдаун правительства может создать еще больше неопределенности в данных конфликтах, так как США, возможно, не сможет, скажем так, эффективно их мониторить. И на этом фоне китайский президент Си Цзипин прилетает в Соединенные Штаты, чтобы обсудить с американским президентом Джо Байденом эти войны и стоящую за ними геополитику. Си и Байден должны встретиться в среду. При этом Зи останется в США до решающей пятницы. И если мы с вами немного погрузимся в историю, то узнаем, что большинство региональных конфликтов, которые мы наблюдали по всему миру, были с участием США, поддерживающую одну сторону, и Китай, поддерживающий другую. Вы также знаете, что США и Китай, похоже, участвуют в экономической войне. И это делает встречу Байдена и Си с невероятно высокими ставками, итогом которой может иметь невероятное влияние на рынки. Сообщается, что Китай отказывается идти на уступки по ключевым вопросам. И если они не сдвинутся, ответом США могут стать дополнительные ограничения, что может навредить акциям тех компаний, что также может привести крипто к тому, что она окажется зажатой под перекрестным огнем. Не говоря уже о эскалации напряженности на Ближнем Востоке, всего этого СНС о финансировании с помощью крипто террористической деятельности. Однако, с учетом сказанного, крипто продолжает свой рост. И крипто с лучшими показателями за прошлую неделю вызвали отвал башки. Так что у нас есть Джессика, которая сейчас все расскажет. Спасибо, Гай. Определенно отвал башки. Итак, чемпионами на прошлой неделе стали Орди, токен FTX, Celestia, Terra и Kronos. И здесь есть что рассказать. Начнем с Орди. Памп Орди образовался на новостях о том, что он будет залистан на Бинансе. Для тех, кто не в курсе, Орди – это токен для NFT, протокола Ординалс у биткоина. И как вы видите, за последние несколько дней Орди улетел параболически. Неизвестно, как далеко он пойдет, но он приблизился к изначальной биржевой цене в 25 долларов. И здесь Орди может развернуться. Альтернативно, он может преодолеть этот уровень и продолжить свое путешествие вверх. Следующим у нас идет токен FTX или FTT, причина пампа которого, скорее всего, вам известна. Буквально завершение суда SBF, а также открытость Гарри Генслера к идее по перезапуску биржи FTX. Как видно, недавний памп FTX едва заметен на долгосрочной графике цены. Но, тем не менее, стоит сказать, что цена FTX была около вот этих уровней, прежде чем она выросла до более чем 70 долларов во время последнего бычьего рынка. Как и в случае с Орди, это значит, что FTC находится в точке пан или пропала своего параболического движения. И переходя к Селестие и ее монета TIA, она ушла в ралли с момента своего запуска 31 октября. Одновременный запуск на бирже Binance определенно также задал жару. Как и в Орди и FTX, TIA находятся в режиме поиска цены. Так что понятия не имею, как высоко она может уйти. И, как правило, вы можете видеть значительное давление продавца на психологически значимых уровнях цен, таких как и 5 и 10 долларов. Тоже справедливо и для поддержки, когда цена TIA начнет замедляться. Аналогичная история и для токена Terra Luna. Она пошла в памп после утверждения предложения сообщества для Terraforma Labs по началу набора действий, направленных на оживление экосистемы. Это включает финансирование роста от экосистемы, изменение структуры комиссии Terra и создание нового общественного совета. Как и у FTT, недавний памп еле заметен в долгосрочном графике. А текущая цена около 80 центов, похоже, является значительной зоной сопротивления. Сейчас сложно сказать, как высоко недавнее предложение может закинуть токен. По сути, в эти дни FOMO очищает буквально каждый. И последним у нас идет монета Kronos CRO, изначально известная как TokenCrypto.com. Kronos взлетела из-за недавней игры UFC в эти выходные. Помните, как Crypto.com подписал спонсорское предложение с UFC на 175 миллионов долларов в июне 2021 года, что обеспечивает видимость логотипа со львом буквально повсюду? Что ж, Лев показал недавнее ралли Кро до ключевого уровня сопротивления в районе 10 центов. Из-за отсутствия дополнительного катализатора, связанного с Crypto.com, вероятно, что Кро не преодолеет этот уровень и уйдя в консолидацию перед тем, как двинуться выше или ниже. Так что, если вы хотите быть в курсе, какая криптовалюта себя ведет, каким образом, обязательно подпишитесь на Телеграм и Ютуб-канал CryptoCommons, ссылочки в описании. И если вам понравилось, шмякните лайк, подписку на колокольчик. И на этом обзор событий за неделю Коинбюро завершен. А еще, если вы почувствуете прилив уверенности трейдить, делайте это с отличными бонусами по ссылкам в описании. И, конечно, не забывайте смотреть наши часто выходящие видео, обзоры и стримы, а также читайте наш Телеграм-канал. На них вы найдете массу полезного и интересного контента. Большое спасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске.